Радуй, дорогой Бог, Польсотор, как ра-радная, Город Cinnamon, председателем Рожденском и всей Церкви, В слепах милый, а ты спаси от нас, И Акзовуна, и человек, Господь, 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 Господь! В имя Отца и Сына, Иисусе, Господь! Сегодня мы с вами слышим, как Господь исцелил Иоанна Ручей, а также мы слышим, как Господь изгнал легион лесов из человека, который не давал покоя целой стране. На том берегу озера Галилейского напротив Кесариевского, которого построил в свое время царь Ирод для римского императора Тивери, называется Федериада город специально, там в бане горячей и сочи, чтобы римские воины вместе с императором там на курорте отдыхали и имели хорошее расположение. Царю Иудейскому Ирод построил для него целый ваннанный город, который обслуживали жителей близкого поселка Магдала. Мария Магдалина обслуживала как раз вместе с другими жительницами отдыхающих на этом курорте, а за то, что они прислуживали римским воинам, их всех считали грешниками, заведомо и безосновательно, надо сказать. Но уж так уж повело, что клятых оккупантов, значит, не очень-то и любят люди, которые вынуждены им подчиняться. Поэтому в этой стране были разные народы. Поэтому на том берегу Галилейского моря паслись стада свиней, которых иудеи не едят. Для чего эти стада? Чтобы накормить этих римских воинов. Чтобы в городе Тибериаде было достаток мяса свинок, которые иудеи не очень любили. И жители страны за Галилейской, Гергесинской, они этих свиней разводили во множестве и не считали это грехом. То есть для них это был просто бизнес и ничего вечного. Просто заработок. И тут Христос приходит и, изгоняя бесов из этого бесноватого, в котором этих бесов регион, он по просьбе бесовской отправляет этих бесов в свиное стадо, которое, естественно, взбесилось после того, как вошли в него бесы. А бесы никакой другой радости не имеют, как губить живую жварь. Поэтому свиньи все попрыгали в озеро Галилейское и утонули. И при их смерти бесы подпитались вот той самой энергией. Страх, о котором всякая живая тварь выдает в момент, когда наступает кончина. Так что, видите, мы видим и действие бесовское, а с другой стороны видим, как Господь попускает бесам войти в стадо свиною. Но почему? Потому что жители страны Гиргизинской выращивают этих свиней только из служения мамане. Богу из этого ничего не достанется. Это чисто для себя, вот так вот прямо, как хотелось. И жители страны Гиргизинской, видя чудо, которое сотворил Господь, он ведь сделал человека бесноватого, который кидал в них камни, который ни одного из них вообще прибил к этими камнями. Многих терроризировал, они даже не могли ходить туда, гулять, где стадо свиною пасется. Этот человек, одумавшийся, совершенно здравомыслящий, одет и сидит у ног Господа Иисуса Христа, и вместо благодарности жители этой страны говорят, Господи, иди ты отсюда, одни убытки от тебя. То есть свиной стадо нам загубим, бизнес нас нарушит. Это обида на Христа и обида на самом деле на Господа Бога, на Которого обижаться нельзя. Значит, эти люди, когда тот, кто обижается на Бога, он осатанел. То есть стал противником Божиим, потому что он, обидевшись на Бога, стал говорить, что я хороший, а вот Господь не очень. Он мне беду сделал. Он меня на деньги опустил. Это как? Да другой бы человек, который подумал, он испытал посещение Сына Божьего. Тут исцеление совершилось. И благодарим тебя, Господи, что взял с нас всего лишь деньгами. Ни землетрясения не было, ни пожара, ни наводнений, ни войны, ни междоусобной брань, ничего такого страшного, просто небольшие убытки. Ведь деньги потерял, ничего не потерял. Деньги это только деньги. Милость Божию потерял, ведь все потерял. А им не жалко милости Божьей. Они говорят, Господи, иди ты отсюда. Не уйди от нас. Вот такая благодарность человеческая за Божию милость. А в другом месте тоже. Вот Христа забьет начальник синагоги. Забьет его исцелить дочь, которая умирает. И вот толпа теснит Христа, не дает его пройти, задерживает его по дороге. Идут из дома, бегут. И Аиру отцу этой дочери, умирающей девочке, сообщает. И говорит, слушай, все, хватит, не двигай больше учителя, потому что дочь уже умерла. А Христос ему говорит, стой, не отчаивайся, не бойся, но только веруй. Дочь твоя еще не умерла, она всего лишь спит. Пойду и ее отцу. И вот приходит к нему, к ее домой, Христос. А там вопли, ор, то есть там люди заходят в плачи, там еще пригласили смирельщиков, которые играют на дудочках, чтобы жалостнее плачь сначала. То есть растрабливают душу специально, чтобы вовсю насладиться своими эмоциями. А кого эти эмоции для меня опять же кормят? Ведь бесом же кормят. Когда человек орет от того, что с ним произошло по воле Божьей, а что в мире у нас происходит без воли Божьей? Вот уж жизнь и смерть точно, как Божьей. Ну вот случился такой случай. Что нужно делать, когда умер в жизни? Ну нужно перед Богом встать, нужно помолиться, попросить прощения грехов кому-то уцов, нужно самим миностыню сотворить. Нужно сотворить раздачу продуктов голодным, борящим, чтобы все, кто может, помолились за этого усопшего. Ведь ничего, кроме молиться перед Богом, ему не нужно, потому что усопшего ничто не пользует только Бога. А эти, вот идет к ним Христос, в дом пришел Сын Божий, и посылали к Нему, как к Сыну Божьему, который может воскресить их девушку. И вот Он приходит, и Он им говорит, замолчите, не вопите. Она еще не умерла, но спит. А они ругавку сетью. То есть они на Него встанут, слово возвышать, голос возвышать. Опять же начинают, что делать? Против Бога ему давать. Потому что Сын Божий им говорит, ну подождите, сейчас встань. А они нет, им уже плакать понравилось. Все, они уже наслаждены, у них концерт. Господь концерт их прервал. И они на Него взлятся. А Он тогда берет с собой только троих, Петра, Якова и Иоанна, трех апостолов. И входит к ним, к этой девочке, которая лежит на смертном ложе. И вот входит к ней Господь и говорит ей, нам, Ромисту, Талифа, Уми, что означает, девица восстань. И встала девица, и стала ходить, сказано в Евангелии Северчим, потому что ей было уже 12 лет. Но стала заведомо ходить умеет. То есть не такая уж маленькая девица. И Пристос говорит, ну накормите же в Евангелии, дайте ей есть. Вот как заканчиваются случаи, когда Господь вмешивается в жизнь людей. Болящие, нуждающиеся в помощи Божьей, они ее по смирению и по просьбе родителей, ну и обиженных людей там, где этот Гергесинский весноватый. Господь эту просьбу их исполнять. Когда люди смиряются и говорят, Господи, без Тебя мы не можем, и просят заступление. Господь заступление подает. Но когда ему говорят, иди отсюда. Вы видите, он встает и уходит. И со своими милостью больше к этим людям не может быть. Поэтому, люди, подумайте, что мы иногда творим, когда в общем, на ту объективную реальность, которая вокруг нас. Когда мы эту реальность не принимаем, когда мы с ней вступаем в конфликт и начинаем орать, плакать, рыдать, беситься от того, что наше представление этой реальности не соответствует. Мы обижаемся на Бога за то, что действительный окружающий мир не хочет плясать под нашу дудку. Господь от таких говорит, ну что за ребята. Сидят, как маленькие дети на базаре. И обижаются на окружающих. И говорят им, что это такое? Мы вам здесь плачем, а вы с нами не рыдаетесь. Мы вам здесь на дудочках играем, а вы под них не пляшете. Вот обидно значит. Мы химии, не гумии наши. Господь говорит, ну как можно заставлять Бога присядь под нашу дудочку? Ведь Господь этот мир сотворил. Он мир сотворил для того, чтобы этот мир был ему послушен. Чтобы он исполнял его Божью Богу. А мы кто в этом мире? Мы венец творения. В нас Господь Бог, даже душу нашу оживим только вдохновением Божественной благодати. Когда он вошел во уста Адама, был дыханием жизни. И стал Адам душой и живой. И вот Господь приходит. И вот Он готов нам сделать дар жизни. Он возвращает морящего в здоровье. Он возвращает умершего в продолжение жизни. А на него и обижается. За то, что Он денег, дескать, убытки сделал. За то, что Он людям концерта боролел. Они уж тут плакать начали, а Он тут взял и все это удовольствие разрушил. Вот бывает как у нас в жизни. Поэтому да не будет с нами так. И если вы хотите быть там же, где Христос, который воскрес из мертвых, для того, чтобы нам этот путь открыть и показать, для всех воскрес, чтобы каждый мог пойти и наследовать Царствие Божие. Он нам этот путь еще и описал, сказал. Люди, если хотите быть со мною, пусть каждый из вас отвергнется себя. А что такое отвергнуться себя? Вот как раз отвергнуться своей идеальной картиной мира, которую человек себе придумал. Вот как оно должно быть по моему плану. Покиньте эти домыслы. Бросьте это все. Это нереально. Это неправда. Примите то, что есть сейчас на самом деле. Примите те последствия, в которых мы сейчас живем, которые для нас, эти последствия, подготовили наши собственные поступки и поступки наших отцов и наших дедов. И именно в этих условиях. Вот именно сейчас, здесь, в этой стране, при вот этих политических обстоятельствах, которые есть, при всем этом безумном коронависе и всякой прочей перестройке, всякой прочей рыночной экономике и всяких прочих человеческих безумствах, нам, не отвергая того, что есть, что есть, то есть, заслужили братцы. Надо начать жить так, как живет Христос, который приходит не в лучший период жизни Иеринской империи, не в лучший период жизни иудейской страны, страна в оккупации. Он приходит и творит волю Отца Небесного. И в результате кто побеждает? Оккупанты? Нет. Иудеи? Нет. Побеждает Христос. Потому что Он воскрес. Потому что даже смерть Его не удержала. Они Его иудеи предали, а римляне распилили, а Он эту смерть своей добровольностью попрал. Он на нее наступил и перешагнул через нее и открыл нам дверь в живот вечный и завещал. По мне, глядите, претерпевший до конца, тот спасен будет. Поэтому все, что я вам рассказал, многократно рассказывал своим вечерикам, батюшкам Иоанн Кронштадтским. Поэтому сейчас здесь, перед Его ракой, вы примите реальность такой, какая она есть. Примите то, что сейчас в вашей жизни уже случилось. Боль так боль, болезнь так болезнь, бедность так бедность. А что заслужили, то и получили, братья. Примите это и в этих обстоятельствах сейчас. Начинайте жить по западу Господа нашего Иисуса Христа. Потому что наш жизненный путь состоит из поступков, из шагов. Если вы будете поступать так Христос, то вы будете за Ним следовать. А есть такой закон, за кем следуешь, от того и наследуешь. Поэтому пойдете за Христом по пути исполнения заповедей Христовых. Получите воскресенье и живут вечно. А пойдете по пути наибольшего удовлетворения своих возрастающих потребностей, что есть первый, основной закон сатаны. Что хочу, то ибо хочу. То с сатановой судьбу и разделите. Там будет плач, воскресенье, зубов. Поэтому сами выбирайте, что вам больше нравится. Воскресенье из мертвых и Господь наш Иисус Христос с Его терпением, смирением и любовью. Иисус Христос со своей бесовщиной, которая с шумом погибнет на таблине. Поэтому обратимся ко Христу и пойдем творить Его святую волю. Аминь.